Второй день фестиваля Кинза Второй день фестиваля Кинза Всемирным днем свободного художника Фильм приехал на фестиваль из Парижа со студией документального кино «Катарсис» И на этот раз обсудить фильм самим авторам, любопытному зрителю, не удалось Зато весь оставшийся день разразился бурными дискуссиями и обсуждениями Такую реакцию вызвали фильмы государственной телерадиокомпании «Регион Тюмень» Мы прибыли на место историческое, святое Здесь 80 лет назад находился в ссылке великий подвижник нашей церкви Святитель Петр Крутицкий Он нес на своих плечах эту печаль о церкви, которая была гонима, была истребляема, но неистребима Фильм автора Ольги Михайловой и режиссера Веры Федоровой о митрополите Петре Крутицком Действительно был основан всего лишь на маленькой подшивке личного дела, которое сохранилось в архивах Или есть материал, или его нету Там, кроме всего, фотографии Ничего нету? И делал это, да, больше ничего нету И с чего делать фильм? Там же эти архивы-то кубы? Да, да, и вот эти вот, получается, этого дела Больше ничего нету Но он тоже очень добрый такой Искали форму Очень важно выбрать форму, да Это как хлеб, куда положится тесто и будет жирок И он будет, или вы будете Поэтому форма какая-то нашлась И тоже, да, что ли Второй фильм под названием «Два художника» режиссер Вера Федорова создавала с актером Тименского драматического театра, заслуженным актером России Владимиром Орлом Кино о двух художниках Михаиле Городубе и Дмитрие Бабоничи Тяжело удалось, потому что мы На Украину нужно было ехать, в любом случае, а у меня не было денег на Украину Ну, тут уже Ютеер нам помог Складчивость Да, да, потому что диаспора украинская Короче, хохлы помогли Финансовые затруднения не помешали все-таки съемочной группе отправиться в город Ужгород Где два художника долгое время учились и жили Когда мы попали туда, думаешь, ааа, и это хочется снять, и это, и вот это увидеть Материал сам диктовал, как нужно ему сложиться Может быть, это слишком, но вот как бы я давно уже в этой профессии Я знаю, что материал иногда диктует, как надо сделать Знаете? Он говорит, надо вот так вот И когда вот оно, поймаешь его, и он сам начинает ложиться Я считаю, что оно получилось В продолжении дня состоялась встреча с руководителем ГТРК «Регион Тюмень» Писателем Анатолием Амельчуком и режиссером Людмилой Борисовой Фильм «Предтечи» о Дмитрии Ивановиче Менделееве стал предметом для беседы Когда делаешь там фильм про другого, да Ну, в первую очередь, конечно, открываешь себя И я думаю, что в процессе этого фильма Делание этого фильма И, может быть, зрение этого фильма Кто-то тоже открывал себя Фильм вышел в этом году Но впервые на фестивале «Кинза» авторы смогли увидеть его на большом экране После просмотра режиссер Людмила Борисова отметила На маленьком экране это как-то смотрелось, на мой взгляд, лучше Потому что здесь панорамы, которые здесь изобилируют фильм Они на маленьком экране смотрелись мягче А здесь, мне кажется, более жестко Мне так кажется Совершенству нет предела? Что вы, может быть, изменили для большого? Я ничего бы не изменила Для большого экрана нужно по-другому снимать сразу То есть это телевизионный фильм, который должен для телевидения Должен показываться по телевидению на экране Это просто азбука телевидения и кино Как вам кажется реакция с зала? Ну, я реакцию с зала никакую не поняла Ну, во всяком случае, никто, кажется, не ушел Зато реакцию с зала узнала наша съемочная группа Мне показалось интересно, что Менделеев раскрывается той стороны С которой я не знал Я не знал, что он относится, в общем, к русским космистам Таким, как Циолковский То есть у него были свои представления о том, как устроен мир Вот это какой-то там эфир Ну, а в целом фильм сделан в духе такой традиционной документалистики Немножко клюквы Ну, клюква, ну, как сказать, Россия, музыка, русская душа То есть, как бы хотелось, конечно, в этом смысле мне бы Ну, я думаю, что молодые режиссеры, они бы немножко по-другому построили Особых эмоций, честно говоря, фильм не вызвал А следующий фильм в программе изначально заявлен не был Его показали на соцзрителю вместо фильма о первом сибирском губернаторе Матвея Гагарине Так как кино еще не вышло на телеэкраны, его решили все-таки попригержать Поэтому обсудить можно было звезду «Адмирала» о белом военачальнике Александре Колчаке И не выкинешь, не выбросишь из песни строчки Строчки о том, как он ходил по северу, как пурговал, как проваливался в полыньи, в океане, между льдами На том же острове Беннета, когда он искал экспедицию, следы экспедиции Эрдуард Атолия Север – это была его любовь, север – это была его надежда, север – это была его жизнь Режиссер Людмила Борисова после просмотра Здесь мы сознательно ушли от его деятельности как верховного правителя То есть мы только обозначили ее и все, потому что для нас важнее было другое Я бы даже лучше сняла все-таки фильм «Колчак полярный» просто, а его как полярный Вы обратили внимание, сколько, допустим, у него было достижений? И северный морской путь, и сейчас до сих пор еще он как гидролог По его книгам, по его научным работам ни одна диссертация написана Мнение об этом фильме зрители высказывали охотнее Мне понравилось, потому что на самом деле тут показана личность действительно великого человека Интересного и как историческая фигура, и как просто человека Довольно познавательно, да Ну, такой документальный фильм, интересный Вот при всем уважении к женственному образу Людмилы Петровны Борисовой Я хочу сказать, что Людмила Петровна снимает очень жесткое мужское кино Спасибо! 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 Спасибо!